ребята всем привет начинаю этот влог уже вечером с нашего балкона и хочу рассказать вам небольшие новости если вы смотрели прошлый влог то я там упускала такую фразочку что мы сделали какие-то делишки на нашем районе так вот эти делишки я сейчас и расскажу что за делишки руки выносит наши велосипеды ни разу не прокатались они целый год стояли на балконе 3 рубля ты больше заплатят чтобы их туда довезти чем за металлом рассказываю вы ведь сейчас поможем сейчас поможем вы видите эту квартиру этот балкон с этим прекрасным видом в последний раз потому что нас выселяют такие новости от нас к сожалению это не зависит когда ты снимаешь квартиру есть такой шанс что тебя в любой момент могут выселить нас хорошо что не выселили в любой момент не сказали все ребята завтра вас тут не должно быть нас за месяц предупредили у хозяина какие-то проблемы в семье что-то там происходит хозяин у них где жить поэтому мы должны уехать и на это нам дается месяц месяц уже прошел у нас есть другая квартира без паники но наша следующая квартира будет доступна от мая сейчас у нас конец марта 30 завтра 31 последний день в этой квартире поэтому сегодня мы будем собирать вещи а месяц который апрель мы будем жить нашего краба вот так что любуемся в последний раз на этот вид и возвращаемся в квартиру будем сейчас собирать вещи я никите погрела супчик у нас тут полнейший хаос нам сейчас нужно будет разбирать посудомойки загружать посудомойки все складывать все это переставлять делать так как было до этого короче все все вещи будем собирать и надеюсь мы сильно не умотаемся потому что самый минус этого всего что это посреди недели что это не выходной день а посреди неделю мы вернулись только только с работы и сейчас будем мыть там кухню всю посуду перемывать свое забирать то что было здесь оставлять перестановка вот это все 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 лежит на нас никакой не там клининговой компании мы не заказывали естественно все будем делать сами поубираемся первым делом что я хочу это помыть окна потому что окна грязные шли дожди и этот песок ну короче вы понимаете надо это все помыть не буду сильно тщательно и не собираюсь этом прямо драить каждую каждый уголок но чтобы это выглядело по человечески просто помою потому что мы в хороших отношениях с хозяином и хочется ему квартиру оставить в хорошем виде так ребята значит у нас прошло я я даже не знаю сколько прошло у нас часов я не помню когда я последний раз снимала но сейчас на часах у нас двадцать два тридцать четыре и мы еще не закончили я поставила готовиться курицу чтобы взять завтра на работу и после работы здесь последний раз покушать вот так вот все это выглядит это у нас тут помойка огромная тут вокруг нее вещи которые нам нужно перевести никита все это время носит там что-то носит носит где-то там складывает что я сделала я убрала всю кухню то есть все ящики то есть у нас тут уже вообще ничего нету по протирала это все то есть полностью пустая кухня здесь остались всякие вещи которые здесь были вот их было много вот курица запекается в общем все помыла на кухне все убрала ванной комнате прям все 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 помыла помыла ванную раковину унитаз все тут зеркало круче все 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 по убирала в спальне у нас вот такой хаус это все наши последние стирки которые я усердно последние пару дней стирала чтобы все 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 перестирать вот наша постельная там получается это на матрасник и специальная вот это вот простынь на резинке она здесь была поэтому я их там кипятила так скажем ну короче при 90 градусах в машинке стирала с отбеливателем все что было чистенько красивенько и мы решили что сегодня будем спать в зале потому что я не хочу застилать заново кровать у нас есть одеяло подушки в зале мы постелим как простынь просто плед и все а я эту кровать застелю так как она была когда мы приезжали то есть их хозяйскими так скажем вещами постелью у него там какие-то подушки одеяло есть но мы ими не пользуемся потому что они очень такие тонкие вот и ну а мы любим все такое мягкое большое вот вот такой у нас срач творится просто посмотрите сколько у нас пакетов у нас не то что пакет с пакетами вот например пакет с пакетами у нас целая полка с пакетами с пакетами пакетами вот и не знаю наверное только 20 процентов из этих пакетов мы сейчас использовали чтобы перетащить все мы используем эти пакеты и сейчас и для мусора и для того чтобы перенести вещи ну короче дурдом сейчас никита придет и нам нужно будет снять эти шторы я не знаю выбросим мы их или заберем посмотрим или в следующей квартире они будут нормально до пола если и будет тоже таки пострелены то мы их естественно выбросим и закажем себе по длине пришла я собирать вещи наше постельное короче решили вещи складывать именно в большие вот эти пакеты не складывать в чемоданы потому что в чемоданы и так не все влезет и мне кажется будет проще в пакеты потому что у нас в основном вся одежда то есть майки кофты там рубашки они все висят на вешалках и мне не хочется все это снимать с вешалок я бы складывала вместе с вешалками просто а когда переедем на квартиру я бы также доставала и просто вешала вот поэтому кстати может какие штаны и вот это все что у нас сложено я бы в чемоданы тогда положила потому что все что у нас висит на вешалках я не знаю столько лишнего времени чтобы это все поснимать поэтому буду короче складывать в большой пакет у меня там стоит вот никита понес стол не захотела разбирать у нас был стол на таких ножках которые регулируются их можно было подкрутить либо выше либо ниже делать он сделал самый минимум взял стол ну это икея что он пустой внутри он не тяжелый он взял и короче сам его понес как-то так вот короче под руку взял и пошел благо лифты нам позволяют у нас лифты длиющие огромные поэтому труда вроде как не составит единственное что как там за дверями он будет тут я ему открыла а там выход на улицу потом вход то не знаю сказал что как-то разберется и у него это получится а я не теряю времени приступаю к одежде потому что я это все откладывала на самый последний момент потому что одежды много и и прям вообще как не хочется собирать я ненавижу собирать чемоданы особенно их потом разбирать у меня бывает если мы куда-то едем чемодан с одеждой мы когда приезжаем я эту одежду не раскладываю по шкафу обратно мы короче что просто берем из чемодана пока она там не закончится вот лайфхак в одиннадцать часов ночи или уже 12 сколько мы решили сделать обеденный перерыв у нас еще столько всего этого мы решили что перестановку будем завтра после работы делать потому что тут может эти раньше сработали посмотрим как машину загрузим да потому что тут еще этих вещичек конечно дофига но большую часть мы сделали мои компьютеры разобрали нам осталось что просто все вещи занести и переставить мебель и мне еще окна помыть их так попротираю просто и все вот поэтому я думаю мы этими завтра займемся пока что кушаем и надо я думаю ложиться спать потому что я устала безумно а завтра идти на работу я не знаю как мы это осилим и работать еще надо это ладно встать еще и работать мне вы что это на работе засну поэтому лучше мы завтра после работы продолжим и закончим это быстро с новыми силами чем сегодня и в два раза медленнее так еще и не выспимся правильно согласен вкусно вкусно приятного аппетита спасибо большую часть вещей короче мы перенесли осталось может вам показаться что много но на самом деле нет тут вот два чемоданчика пакет мусор завтра с утра вот мусор и вот мусор мы вынесем и воду пакетика одна коробочка то есть два подхода с кристины точно справимся все равно два подхода тут по два пакета в руку и я думаю два подхода занесем завтра уже после работы ой ребята казалось бы блин нифига вроде у нас в имуществе не имеется а столько барахла боже мой вообще просто ужас какой это что будет что будет что вы через лет десять это вообще не знаю там не дай бог переезжать просто ужас ладно ложимся короче уже спать замудохались мы я выпил полторы банки пива 05 у меня так размотала от того что я во первых давно алкоголь не пил во вторых после работы невыспанно в третьих еще сейчас таскал все реально полторы баночки выпил уже какой-то космические притяжения все у меня короче ложимся спать завтра будем таскать остальную часть вещей и месяц будем бомжевать у краба ну смотрите на нее спит на помойке дожилась до ручки докатились до жизни короче все первые первая ночевочка у нас у краба сегодня переехали наконец-то перенесли точнее себе переездом за тяжело назвать да двигается как охереть как много там всего там за диваном вещи стоят вот тут вещи вот там монитор мой стоит столом вот тут кресло там у краба в комнате еще монитор там еще 100 он стол и тут еще пара вещей до стол я внес кстати целиком рука на руками потому что мне было лениво разбирать такое себе было решение конечно вот ложимся короче на первую ночевочку все отсчитываем деньки до переезда новую квартиру на новую квартиру я так устала так спать хочется еще в душ сходила меня вообще разморила сейчас 12 12 очень поздное время завтра пятница и скоро выходные я так устала